Всем привет! В данном видео я покажу, как при помощи индуктивного датчика LX4 выполнить диагностику системы зажигания с индивидуальными катушками. Для этого мне понадобится, собственно, сам датчик LX4. Он пригоден для диагностики практически любой системы зажигания с количеством цилиндров до 4. Датчик синхронизации LX1, а в качестве мотор-тестера я буду использовать прибор MT-PRO4. Весь этот процесс я покажу на примере автомобиля Seat Ibiza с двигателем CGGB объемом 1,4 литра. Первое, что нужно сделать, это получить доступ к катушкам зажигания. Для этого необходимо снять защитную крышку с головки двигателя. Датчики я рекомендую устанавливать, приклеивая их на двухсторонний канцелярский скотч. Для того, чтобы скотч надежнее приклеился, тщательно очищаю поверхность катушек от пыли и грязи. Отрезаю небольшие кусочки скотча и наклеиваю на поверхность катушек. Снимаю защитную пленку со скотча. А вот теперь уже устанавливаем измерительные головки датчика. Все головки датчиков LX4 абсолютно идентичные, поэтому не имеет значения, какая головка на каком цилиндре будет закреплена. Главное расположить их максимально соосно с сердечником катушки. Теперь устанавливаю датчик синхронизации. Качество сигнала от этого датчика нас не сильно интересует, поэтому достаточно просто зафиксировать его в области катушки первого цилиндра, чтобы он фиксировал импульс напряжения пробоя. Теперь еще раз крупным планом покажу способ установки датчиков. И теперь переходим к настройкам программного обеспечения. Кликаем на кнопку рабочее окружение и в выпадающем списке выбираем вторичное напряжение, индивидуальный LX4-6. При этом происходит автоматическая настройка параметров осциллографа для записи соответствующего сигнала. А также появляется вкладка анализа вторичного напряжения, позволяющая выполнять автоматический анализ выбранного сигнала и выводить статистику. Как правило, все настройки можно оставлять без изменений, если не планируете изменять назначение канала. А также проверьте, что на тестируемом автомобиле порядок работы цилиндров совпадает с тем, который указан в настройках. Возвращаемся ко вкладке осциллографа и обращаем внимание на активные каналы. Программа сама рекомендует, к какому каналу какой датчик подключать, а также делать необходимую преднастройку входного диапазона. Поэтому в соответствии с рекомендацией подключаем датчики к осциллографу. К восьмому каналу датчик LX4, датчик синхронизации к девятому каналу. Все необходимые подключения я выполнил. Теперь можем приступать к проведению самого теста. Как обычно, хочу напомнить про технику безопасности, поэтому перед запуском обязательно стоит проверить, что кабеля датчиков и другого диагностического оборудования находятся на безопасном расстоянии движущихся деталей, а также убедиться, что коробка переключения передач находится в нейтральном положении, и только после этого приступать к запуску двигателя. Переходим в окно осциллографа и нажимаем кнопку «Пуск». Как только мы убедились, что сигнал имеет привычную форму и достаточную амплитуду, переходим на вкладку «Вторичное напряжение» и также нажимаем «Пуск». При этом сразу начинается анализ сигнала на лету с отображением статистики. Как правило, для выявления большинства неисправностей необходимо выполнить несколько плавных и резких прогазоров. Это необходимо для того, чтобы в момент искрообразования повысить давление в цилиндре и увеличить нагрузку на систему зажигания. В таких условиях проявляется большинство дефектов в катушке зажигания, проводов, колпачков и свечей. По левой части экрана отображается сигнал в соответствии с принадлежностью его к определенному цилиндру, а справа статистика в виде бар-графиков и текущая частота вращения двигателя. После выполнения этих условий двигатель можно глушить и останавливать запись сигнала. Советую сразу сохранить сигнал, иначе если случайно нажать кнопку «Пуск» в окне осциллографа, начнется новая запись и предыдущий сигнал будет утерян. В данном видео я не планирую подробно описывать анализ осциллограмм вторичного напряжения, но хочу указать на важный момент. В первую очередь необходимо обращать внимание на сравнение временных характеристик сигнала от разных цилиндров. Для этого рекомендую переключить режим наложения сигналов и включить отображение статистики в виде линейных графиков. В таком режиме удобно находить отклонения в работе одного цилиндра от остальных и переходить к подробному анализу именно этого участка. Конкретно на данной осциллограмме критичных моментов не наблюдается. Сигнал соответствует исправно работающей системе зажигания. Об этом говорит периодичность и повторяемость сигналов. О том, как их распознать, я сделаю отдельное видео. После завершения теста, не забудьте демонтировать все датчики и вернуть все защитные элементы двигателя в исходное состояние. Спасибо за внимание и удачи в диагностике!